Дай почитать. Вот и книга Елены Первушиной «За столом с Пушкиным» поможет нам узнать, чем угощали великого поэта о любимых блюдах, воспетых в стихах, высмеенных в письмах и эпиграммах «Пушкин и кухня XIX века». Здесь много любопытного и неожиданного. Например, мы узнаем о кормилице Пушкина Ульяне, о том, что Пушкин, по воспоминаниям старшей сестры Ольги до шестилетнего возраста, не обнаруживал ничего особенного, напротив, своей неповоротливостью, происходившей от тучности тела и всегдашнюю молчаливостью приводил иногда мать в отчаяние. Достигнув семилетнего возраста, он стал резов и шаловлив. Взрослый Пушкин не только гурман, но и сладкоежка. Обожал варенье с детства, особенно из крыжовника. Елена Первушина и старинные рецепты того времени приводят. И мы понимаем, что в начале XIX века варенье варилось не из цельных ягод, а из раздавленных в пюре или просто из сока готовили пастилу. Много внимания в книге уделено лицею и тому, чем кормили лицеистов. По будням бульон с пирожками и русские шти. Суп из почек и говядина упаренная. У гальяне и кальонии закажи себе в Твери с пармезаном макаронии да яичницу свари. На досуге от обеда и у пожарского в торжке жареных котлет отведай и отправься налегке. Что устрицы пришли у радость, летит обжорливая младость глотать из раковин морских затворниц жирных и живых слегка обрызнутых лимоном. О еде в творчестве Пушкина писали неоднократно. Но Елена Первушина создала путешествие по кулинарии XIX века. Здесь множество ссылок, факты из биографии, а главное большое количество подлинных старинных рецептов. К сожалению, в книге есть опечатки, но это не помешает нам попробовать телятину с корыжовником по-саксонски или парфе из орехов и многое другое. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!